Лет 4 назад я подружилась с человеком, который кричал «Адвокат!» Помните? Гоген Солнцев? Гоген Солнцев. Это еще вот такая прическа у него. Да, я на съемках какой-то адской передачи, типа на НТВ, когда Гогена опять там пиздехали за то, что он что-то у кого-то украл или что-то из-за веселья. А мне он так понравился, думаю, какой очаровательный человек, такой веселый, забавный, и мы с ним сдружились. А он реально, он вот как бы не от мира сего, он смешно шутит, у него большой словарный запас, но иногда заносит, конечно, на сторону. И вот однажды мы решили с ним прогуляться по Москве, и приезжают, он скажет, что ты влюбилась в него, да? Гогена? Ну, здрасте. Чего влюбилась в Гогена? А как он выглядит, я хочу посмотреть. Он выглядит оригинально, скажем так. Он выглядит как Элджей, только без линз. Как тебе такое? Он так красиво. Только на героине. Короче говоря, в чем смысл? Приезжает ко мне Гогена на какой-то Део Матизе, на какой-то такой странной машине. Понимаешь, да? Вот это вообще. И мы на Матизе едем по Садовому кольцу, и я неожиданно начинаю хотеть в туалет. Это другая история, кстати, не та, которую я хотела рассказать изначально. И говорю, Гоген, так охота в туалет. А можно на тебя пописать? Ой, я забегаю вперед. Может, в ресторан? А он говорит, сейчас, а мы на Курской едем, напротив Атриума. Он говорит, да сейчас заедем к Жасмине, к подружке, нормально. Ну, знаешь, у меня все слои. К Жасмине. Ребят, мы поднимаемся на Курской, напротив Атриума. Как она у нее записана? Жасмин поссать. Хорошо. Алло, Жасмин. Жасмин поссать – это притон проституток, трансов, таджиков. Блядь, ты как он отыскал это место? Блядь, что за комбо? Как найти эти заведения? То есть, ребят, вы не понимаете, мы заходим в квартиру, но она такая довольно убитая, довольно обосранная, я не знаю, плохо мне все. Ходят таджики, мужчины, в пеньюарах, в белых париках. Вау. И в шляхах с пушками. Охуенно, блин. Вот так очень. Они ожарят плов. У них есть плов. Да, Казан с пловом, все есть. Действительно. И в Казани там чувак такой, в костюме риса. Дело в другом. Они все как мужчины со стройки выглядят. То есть, они не похожи на женщину. Они просто в парике, в пеньюаре. Блэ. Но среди них ходит одна красота, это жасмина, значит, там все золотые нити, все. Она тебе, как сказать? Больше всех. А есть начальника, транссексуаличка, интернет. И они вот так разговаривают. То есть, я тебе сейчас Казан на голову одену, если будешь. Подожди, они проститутки все. Проститутки. Да, и это прям притон. И у них много маленьких телефонов, а-ля Nokia 2200, я не знаю. И там звонит, а-ля Москва-сити, поедешь, одевайся. И человек идет, паричок надевает. И начинает ехать. А они строят вот так, или что? Типа, кладут эти кирпичи. Ой, кирпичу нам уронил. Уронил. Неловко мы на... Ой, что бы насмотрела? Не смотрела. Не смотрела. Блэд, какая странная хуйня. Я теперь не могу никакой другой ремонт воспринимать. Я теперь хочу так говорить. Почему нам ремонтируют все обычки? Я перехотела в туалет, это раз. Во-вторых, в разговоре выяснилось ясно. Я приняла позу, которая максимально затрагивает какие-то точки вообще в этом месте. То есть, как-то вот я приснела, чтобы ничего не касаться. И там были истории про селебов, которые пользовались услугами, значит, вот этого заведения. Более того, филиал этого заведения был в доме, в котором я живу, на три этажа ниже, в центре Москвы, на Шмитовском проекте. У них сеть? Это сеть. В чем произошла догвоздка? Наркопритон-то тот накрыли, но он не наркопритон, а вот этот таджика, транс, гей, настроение притон. Позитив. Да, вот эту палатку позитив ее прикрыли, и Жасмин, видимо, арестовали. Ой, как досад. А остальным-то ничего, они парики сняли и поехали. Растворились в Москве! Просто как, блядь, ассасины! Сегодня я закончил, блядь, здесь. Их можно, знаешь, как узнать? Заходишь в эти вот такие вагончики, где они строят, и так роба, 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 платье, роба, роба. Это был вот такой интересный опыт, конечно, я охуела, это было в течение, наверное, первых трех месяцев, как я переехала в Москву, я вот это тут вообще дела, делишки творятся. Работа-то есть точно, но какие формы, какие формы принимают. Вот я всегда говорил, если хочешь работать, будешь. Найдешь способ!